На предприятии трудятся 23 сотрудника. Специалисты занимаются разработкой программного обеспечения, усовершенствованием, добавлением нового функционала и продвижением своего продукта на рынок. Первый резидент территории, опережающего социально-экономического развития, занимается внедрением в нашей стране омниканальных коммуникаций. Когда все коммуникации бесшовные, живут они все в одной веб-платформе, и пользователь, общаясь со своими клиентами, то есть битубишный продукт, для него неважно, из какого канала придет коммуникация, ему неважно, в какой канал ответить. То есть он может принять звонок и одновременно с этим же клиентом начать чат в одном из мессенджеров. Предприятие специализируется на работе с крупными компаниями сфер страхования, ресторанного бизнеса, фитнес-центрами. Цель программного обеспечения – максимально упростить общение той или иной организации с пользователем. И сделать это с минимальными затратами человеческих ресурсов. Для того, чтобы стать резидентом ТАССР, руководство разработало бизнес-план, согласно которому после открытия компании в нашем городе появится несколько десятков рабочих мест. Нам нужны программисты, но нам нужны программисты в определенном технологическом стеке. То есть мы пишем бэк на ПХП, мы пишем фронт на ангуляре, и, соответственно, нам нужны именно они. Но зачастую в городе мы сталкиваемся с тем, что люди знают более тяжелые языки СИС и С++, и не хотят переучиваться. Компания начала свою работу с декабря 2017 года, а с 2018 активно набирала штат сотрудников. У резидентов ТАССР в Сарове есть неоспоримые преимущества – это налоговые льготы и возможность использовать умные кадры закрытого города. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.